Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня 7 сентября 2022 года. Я Виктор Пономарев, учитель трезвости из Ростова-на-Дону. Это моя программа «Трезвый взгляд». Напоминаю вам, когда я произношу слово «трезвость», я имею в виду не что-то абстрактное, а говорю о естественном состоянии человека в полной свободе от любых самоотравлений. Начну выпуск с рубрики «Шедевры алкогольной пропаганды». Эта неделя, как и любая предыдущая, пропитана призывами к самоотравлениям. Откройте крупные молодежные сообщества, посмотрите сериалы, послушайте популярные песни, и вы убедитесь сами. Думаю, в будущем наши потомки будут называть нынешнее время эпохой информационного насилия, или даже эпохой информационного террора. Но я остановлюсь лишь на одной новости, которую мне прислали одновременно многие из зрителей программы. За это вам спасибо, кстати. Новость о том, как сибирские лягушки научились вырабатывать спирт, чтобы пережить морозы. Вот мое мини-расследование. Утром 31 августа на сайте «Наука в Сибири» появляется статья «Биологи раскрывают секреты амфибий». О спирте в крови лягушек там упоминается лишь вскользь. Его нахождение в крови ученые не связывают с устойчивостью к морозам. В 10 утра ее дословно перепечатывает сайт научно-информационного портала «Поиск» с абсолютно безобидным названием «Без упоминания спирта», потому что не о нем речь в исследовании. Но уже через час в новостях Интерфакса появляется новость. «Сибирские лягушки вырабатывают утиловый спирт, приспосабливаясь к зимним холодам». Исследование. И понеслось. Куча новостных сайтов, телеграм-каналов и так далее. Заголовок один ярче другого. Причем в самих статьях ничего подтверждающего заголовок нет. В некоторых нет даже упоминания спирта. Например, новость на СИП-медиа. Но учитывая, что большая часть людей внимательно читает лишь заголовки, в голову людям попадает такая мысль. Алкоголь спасает от холодов, спас лягушек, спасет и нас. Тем более пришла осень. А на самом деле, во-первых, алкоголь у человека вызывает потерю тепла и переохлаждение. Это научный факт. Отсюда столько замерзших и обмороженных людей именно с алкоголем в крови. Во-вторых, если вы почитаете первоисточник, сайт «Наука Сибири», то узнаете, что в качестве предполагаемого антифриза, который помогает пережить морозы у сибирских земноводных, обнаружили глицерин, но не спирт. В-третьих, о спирте вообще упомянуто вскользь, наряду с другим токсичным веществом. Почему его концентрация повысилась у амфибий, в статье не сказано. Ну и наконец, ни слова о том, что спирт именно вырабатывается земноводными. Я бы предположил, что у лягушек это просто побочный продукт, как и бутондиол, другое токсичное вещество, которое обнаружили ученые в крови амфибий. Кстати, у человека спирт тоже есть в крови, но он в организме не вырабатывается для чего-то конкретного, а просто получается и должен быть выведен, как вредный побочный продукт. То есть организму он не нужен. В одном интервью мне задали этот каверзный вопрос про выработку спирта, как оправдание его употребления. Пришлось ответить так. Ну хорошо, мы вырабатываем с вами, извините, мочу. Вырабатываете? Бывает такое, да. Периодически вы вырабатываете мочу. А вы пьете мочу? Нет, пока не употреблял мочу. Слышал, что такое есть, но... Да, вы знаете, какие-то врачи, наверное, рекомендуют. Но я им не буду доверять. Вот, потому что это получается в организме и выводится как побочный продукт. Я не знаю точно, как работают механизмы, которые за несколько часов после выхода совершенно нейтральной новости наполняют интернет информацией, укрепляющей людей в необходимости самоотравлений. И вряд ли я смогу доказать тут злой умысел. Но мне вспомнилась похожая ситуация с вбросом про пьяных птиц. Эта новость повторяется регулярно. Например, в один день, 31 марта, в Татарстане написали, что птицы едят, забродившие ягоды пьянеют. В тот же день выходит такая же новость про птиц в Тюмени. Я посмотрел погоду в эти дни. В этих регионах это от минус 4 до плюс 1. Неужели ягоды будут бродить? У нас в 40 градусную жару птицы едят ягоды и нормально. Читаю саму новость из Татарстана. Орнитолог говорит, что случаи отравления птиц ягодами единичны. Но откуда тогда уже много лет подряд эти новости про массу пьяных птиц? Жители Новосибирска наблюдают за пьяными птицами. Из-за аномально теплой зимы ягоды на деревьях в парках не замерзли и забродили. Птицы их пробуют, пьянеют, теряют ориентацию в пространстве и врезаются во все, что попадается на пути. Пока о массовой гибели пернатых речь не идет, но по словам орнитологов такая опасность существует. Этому фейку с 5 канала уже больше 8 лет. Так ведь можно сказать о чем угодно. Например, мертвую рыбу выбрасывают на берег регулярно. Скоро нам скажут, что рыбы наедаются за бродивших водорослей и пьяные и веселые выпрыгивают на сушу, потому что им скучно. Попробуйте опровергнуть. И самое печальное, извините за грубость, но people's how it. Поверят же, поверят. Смотрите, как устроена психологическая зависимость от алкоголя. Она в той или иной мере есть у большинства взрослого населения, к сожалению. Не зря говорят, зависимость в голове. Так вот эта зависимость находит любые, даже самые нелогичные оправдания для самоотравления. Зависимость схватится за любую соломинку, а наши СМИ дают этих соломинок целую кучу в виде неиссякаемого потока ложной информации. Лягушки греются спиртом, птички едят забродившие ягоды и лежат пьяные. Значит и людям можно. Такая логика. И за счет массовости новостей эти фейки будут на устах у всех. Это я к чему. Еще в марте у нас в стране ввели ответственность за фейки о вооруженных силах. Штрафы могут быть до полутора миллионов рублей. А если фейк повлечет тяжелые последствия, то за него может быть срок до 15 лет лишения свободы. От алкоголя в России ежегодно гибнут сотни тысяч людей. Бюджет теряет триллионы рублей. Это можно назвать тяжелыми последствиями. Предлагаю за фейки в отношении алкоголя сажать на 15 лет. А то продавщицы алкоголя за продажу бородатым несовершеннолетним штрафуют. А почему нет ответственности пропагандистов, которые создают мотивы и оправдания за покупку этой отравы? После первого выпуска мне написали, что помимо разоблачения алкогольной пропаганды, надо бы еще упоминать и тем самым поощрять тех, кто агитирует за трезвость. Отличная идея, можно подумать над новой рубрикой. Правда и тут снова мне понадобится ваша помощь. Присылайте свежие высказывания известных людей и авторитетных источников о трезвости. Все мои контакты, как всегда, под видео. Кое-что мне уже прислали. Конечно, мощь алкогольно-никотиновой пропаганды не сравнится с нашей. Они мощнее, но у нас есть ключевое преимущество. Нам не нужно обманывать людей. Мы можем позволить себе говорить честно. Это такая редкость сейчас. Трезвое движение в России явно набирает обороты. Все больше людей вовлекается и поддерживает информацию об отрезвлении страны. Например, видео про то, каким образом любой человек может помочь принятию закона об очищении поселений от табачно-алкогольной торговли, набрало ВКонтакте уже почти полтора миллиона просмотров. Это очень хороший показатель, я считаю. Далее. Семейный психолог Александр Бирюков, который пишет книги и снимает ролики о традиционной семье и правильных взаимоотношениях мужчин и женщин. Так вот, он свой новый ролик посвятил полностью теме отнимания трезвости. Это еще одно подтверждение того, что трезвость выводится в повестку дня. Мы поговорим на тему, которая не относится напрямую к отношениям между мужчиной и женщиной, но самым непосредственным образом влияют и на семью, и на демографию, и на мужчин, и на женщин. Эта тема, зачем проводится алкоголизация людей. Трезвость – это естественное состояние любого живого существа. А ясное мышление – естественное состояние разумного человека. Хотя Александр специалист в вопросах семьи, а не в утверждении трезвости, ролик очень полезный, рекомендую его посмотреть. Ссылки на этот ролик и на все остальные источники я опубликую себя на странице ВКонтакте. Ключевая мысль у Бирюкова в том, что цель отнимания трезвости – это не просто деньги. Это в первую очередь снижение интеллектуального уровня тех, кто себя отравляет. В первую очередь от его действия страдает головной мозг. А среди функций мозга когнитивные страдают в первую очередь. То есть мышление, память, воображение и так далее. А со временем мозги разрушаются настолько, что когнитивные нарушения становятся устойчивыми и необратимыми. То есть человек продолжает оставаться дураком, даже будучи трезвым. Но не со всеми выводами Александра можно согласиться. Например, говоря о периодах снижения уровня алкоголизации в нашей стране, он совершенно не учитывает роль народа в этом процессе. О Горбачевских антиалкогольных мерах он говорит только как о решении сверху. Я уже касался этого вопроса в прошлом выпуске. На мой взгляд, основной движущей силой отрезвления конца 80-х были обычные люди во главе с народным трезвым движением. Тогда население буквально вынудило руководство страны начать меры по отрезвлению. Но находившиеся у руля предатели настолько талантливо исказили социальный заказ, что получилась настоящая провокация, которая привела к еще большему спаиванию народа. Все это стало возможным из-за слабой подкованности населения в вопросах трезвости. То есть трезвенническое просвещение было недостаточным в те времена. То же самое упущение Бирюкова и по поводу причин так называемого Николаевского сухого закона. Не царь подарил народу трезвость, а народ вынудил власти Российской империи прекратить спаивание. Тогда трезвости народа требовали все. Духовенство, социалисты, интеллигенция. Еще важная деталь. Через весь ролик у Бирюкова идет мысль. Пьяным народам легче управлять. Я скажу так. Смотря какая цель управления. Я много лет руководил предприятием, на котором работало почти 100 человек. Поверьте, если бы они были пьяными, то эффективно работать предприятие не смогло бы. Пьяный, то есть отравленный человек, неэффективен. Но если задача была бы разрушить предприятие и обокрасть рабочих, то тут, конечно, выгоднее их отравленное состояние. Так и в стране. Если путь страны это рост уровня жизни людей, развитие промышленности, сельского хозяйства, достижение культуры, искусства, науки, то просто необходима трезвость народа. А если нужно обманывать и рушить, нужен отравленный народ. Поэтому позволю себе подкорректировать крылатую фразу. Отравленным народам легче помыкать. Я особенно советую ролик Бирюкова посмотреть марксистам, активность которых сейчас все выше. Хоть автор видео и назвал марксизм несостоятельной теорией, с чем я, кстати, не согласен. Но он очень хорошо провел параллели современности и древней Греции. Была одна страна, где алкоголизация отдельных групп населения была совершенно официальным и широко применяемым способом управления людьми. Это Спарта. Спартиаты насильственно спаивали, алкоголизировали элотов, чтобы теми было проще управлять. Понятно любому, что тупыми, дезориентированными людьми гораздо проще управлять, чем умными. Они не смогут продумать побег, не спланируют восстание, не станут качать права. Ну то есть как скотинка. Есть скотинка, не имеющая ума от природы, а есть лишенная этого ума с помощью алкогольного яда. Таким образом, в Спарте явно и открытый алкоголь и алкоголизация части населения применялись как механизм управления этим самым населением. Коренных изменений в сторону справедливого общества не будет, пока люди не научатся сохранять здоровье своего головного мозга. Просто многие наивные марксисты ждут, что придет некая революция и подарит народу трезвость. Но все же тема отнимания трезвости привлекает внимание и левых кругов. Вот показательная статья из авторитетного марксистского сообщества. Пишут про планы японского правительства на спаивание японцев. Я подробно анализировал ситуацию в Японии в выпуске «Трезвого взгляда» от 24 августа. Так вот, в этом посте сообщества марксистского привели очень важное высказывание. Высказывание английского профсоюзного деятеля, которого цитировал даже Маркс. «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, но при 100% прибыли он попирает все человеческие законы, а при 300% нет такого преступления, на которое он бы не рискнул даже под страхом виселицы». Надеюсь, вы знаете, что прибыль от табака и алкоголя в разы превышает Даннинговый 300%. Из цитаты Даннинга и вообще из человеческой истории мы можем сделать вывод, что погоня за прибылью идет автоматически, да, даже в ущерб тем, кто за ней гонится, особенно если это стимулируется соответствующими законами. Чтобы понять логику табачно-алкогольного бизнеса, представьте себе блох на теле собаки, которым дали возможность расплодиться и в погоне за кровью они загрызли собаку до смерти и погибли сами. Логика тут одна, как можно больше выжать из жертвы, поэтому по отношению к отниманию трезвости очень подходит термин «социальный паразитизм». Так что же в большей степени движет теми, кто спаивает народ? Извлечение из людей прибыли или оглупление этих людей? Ответ трезвого движения такой. В обществе корыстные интересы переплетены и удовлетворяются сообща. Соответственно народ теряет вдвойне и беднеет и глупеет. А марксистам нужно помнить, что одно из принципиальных решений новой большевистской власти во главе с Лениным это постановление, продлевающее антиалкогольные меры Николая II. Ленин понимал важность трезвости страны. А теперь новости из регионов. С 1 сентября в Ханты-Мансийском округе вступили в действие поправки в закон, определяющий порядок отравления людей алкогольными смесями. Кто хочет вникнуть в подробности этих поправок, а вникать в такие вещи сейчас нужно, посмотрите ролик нашего соратника, председателя трезвого Ханты-Мансийска Александра Вуколова. Либо ВКонтакте, либо на его канале в Ютубе, Трезвое радио называется. Но если коротко, смысл этих поправок такой. Наливайкам теперь сложнее будет продавать алкоголь. И обманутые пропагандой люди пойдут за отравой в продуктовые магазины. А теперь зеркальная новость из столицы Забайкалья. В Чите на время чемпионата по боксу на 11 дней чиновники захотели запретить продажу алкоголя наоборот, в продуктовых магазинах. В итоге обманутые пропагандой люди пойдут за отравой в наливайки, которых запрет не коснется. Правительство Забайкальского края собирается принять постановление, по которому на время проведения чемпионата по боксу 11 дней этот отдел не будет работать вообще. А вот здесь алкоголь можете купить всегда, потому что это не магазин, это заведение общепита. И оно не падает ни под какие запреты. Чего можно ожидать от этих мер? Трезвости населения? Конечно нет. Просто передел алкогольного рынка. Принципиальных изменений не будет, потому что нет принципиальных и законодательных решений. А какой смысл таких мер, спросите вы? Ну, во-первых, это имитация защиты населения, потому что социальный заказ на защиту трезвости очень сильный. А во-вторых, это повод после того, как ничего не изменится, заявить. Вот видите, мы вводили поправки, запрещали, а лучше не стало. Надо возвращать все как раньше. Короче, вы поняли. Меры по защите трезвости нам, чиновники, предлагают такие. Либо закроем наливайки, но тогда алкоголь будет продаваться в пятерочке. А если хотите, чтобы в пятерочке убрали алкогольный отдел, тогда пусть работают наливайки. А как надо. А просто продавать алкоголь и табак в специальных магазинах за пределами населенных пунктов. Кто хочет, тот поехал и купил. И полиции проще контролировать нарушения, и бизнесу проще. Хоть ты мелкий бизнес, хоть крупный. Условие одно. Продавай алкоголь только за пределами населенного пункта. Если закрывать, значит закрывать нужно все. Полумеры, они не помогут. Вот у нас 73-й недалеко дом. Открывают пятую точку по продаже алкоголя только в одном доме. Несмотря на то, что в этом доме образовательное учреждение. В конце программы еще одна громкая новость. Перед этим я хочу вас поздравить с наступающим днем трезвости. 11 сентября. Но желаю вам, чтобы трезвость была 365 дней в году. И у вас, и у ваших близких. Это вполне реально. Знаю на собственном примере. И примере большого количества людей, участников трезвого движения. Присоединяйтесь и вы к защите людей от самого разрушительного вида социального паразитизма. Отнимание трезвости. Для контраста с этой мышиной вознёй в регионах, покажу вам, как решают вопросы государственные компании. Новость на сайте РБК. Глава почты России назвал сроки начала торговли алкоголем. Провести пилотный проект по доставке алкоголя почтой России весной 2021 года поручил президент России Владимир Путин. Напомню, что табаком почта России уже торгует вовсю. Генеральный директор почты России Максим Акимов. Это не так. Максим Алексеевич, а судьба проекта по доставке российских вин почтой России? Могу выразить уверенность на вашем канале, что мы проект запустим в апреле следующего года. У нас, думаю, будут уже первые отправки. Но основные параметры те же. Почта доставляет купленное на маркетплейсе вино российского производителя. Что касается вина, да. Это покупка на витринах. Это только российский алкоголь. Это доставка не раньше, чем 24 часа, но и не сильно позже. Контроль за тем, чтобы алкоголь был отечественного производства и за тем, чтобы получатель, естественно, имел право его получить в руки. Это спарта. Хочешь, не хочешь, трезвенник ты, язвенник или печень у тебя болит. Спартиату пофигу. Вот тебе алкогольный яд, пей до дна, потом покажешь пустой кувшин. Илоты спартиатам были нужны исключительно для физической работы. Поэтому спартиаты не были совершенно заинтересованы в интеллекте илотов. С вами был учитель трезвости Виктор Пономарев. До свидания.